Друзья, сегодня мы прибыли в легендарный город Люцерн, который считается одним из самых красивых городов Швейцарии и даже Европы. Иногда говорят, что самый красивый город Европы. Самый живописный. И перед нами легендарный, самый древний деревянный мост Европы Капельбрюки, построенный в 14 веке. Посмотрите, сколько туристов уже. А рядом с ним не легендарный мост, построенный не в 14 веке, а обычный мост. Музыка Привет, девчины! Музыка 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 Я увлеклась съемкой расписных домов Люцерни. Они все расписаны какими-то картинами. Музыка Смотрите, как наш фотограф рыщет глазами. Он просто растерялся в живописном Люцерне. Каждый фонарик, каждая улочка, каждая картина приманивает этого фотографа. И он ищет новый-новый кадр. Сейчас он движется к самому старому мосту Европы. Посмотрите, какой старинный деревянный мост. Пороший мхом. А в каком он веке был построен? В 14 веке. Представляете, мост? А как, он же не мог деревянный? Его реконструировали? Нет, он, кстати, вот этот натуральный мост оставил. А как может дерево столько прожить? Катер, брюки реконструировали, а этот же нет. А как может дерево столько выдержать? Оно же гниет. Ну вот он и подгнивший слегка. По нему небезопасно ходить? Ну, может быть безопасно. Шитарцы поддерживают его. Значит, что-то подделывают все-таки. Сейчас мы забрались на холм, на котором стоит замок. И вот здесь проходим какой-то старинный циферблат огромный. Ну вот мы поднялись на стену крепости. Откуда открывается панорама на Люцерн. Такие красно-коричневые черепичные стены. Горы на заднем фоне. Такой башен. В башенку сожеватели забрались. С живописнейшим видом. Люцернское озеро. Красивая река. Черепичные крыши. А вот там, на холме, стоит замок Гюдж. К нему поднимаются на фаникулере. Вот мы поднялись на смотровую площадку замка Гюдж. Такой симпатичный белый замок. Сейчас это отель, да? Да. Угу. Модель Анетта. Пассеры для модного журнала. Да, для модного журнала. Да, для модного журнала. Так как будто до отлич. Анетта работает для модного журнала МОК. Почему-то каждый город старается сделать его смотровую. Угу. Сразу весь город каждый. Друзья, сейчас мы пройдем про шпроэр брюки к старейшему деревянному мосту Европы. Пойдемте посмотрим. На каждой креске это выражает скелет. Скелет? Да. Вы скажете, присутитесь на каждой креске и выражает скелет. Это тема смерти. Ого. А, да, действительно, на каждой креске присутствует скелет. Или даже не один. Ой, здесь сняли фреску на реставрацию. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся у самого знаменитого мемориала Люцерна Скульптура умирающего льва Этот мемориал посвящен доблести швейцарских гвардейцев Павших при сопротивлении штурму дворца Тюльгери В день восстания 10 августа 1792 года Посмотрите, с какой филигранной точностью вырезан каждый элемент на этой скульптуре А он ранен, вот он пробит у него боку Попьё торчит в боку И на морде льва изображены страдательные чувства Аллегорическая композиция представляет собой горельеф Высеченный в отвесном скальном выступе с завальным прудом Умирающий лев лежит, положив голову на правую лапу Покоящуюся на щите с изображением лилии Символа короля Франции, которого защищали герои-гвардейцы В изголовье льва стоит еще один щит с гербом Швейцарии Мимика благородного животного выражает почти человеческое страдание Его удалось показать романтически символично и художественно убедительно Левое плечо льва пронзено копьем На барельефном скале высечена латинская надпись «Хильветикум фидей ак биртуре» Верности и отваге швейцарцев Латинские цифры 760 и 350 Соответствующие числу павших и уцелевших воинов У подножия монумента в камне вырезаны имена солдат и офицеров Отдаются жизни за исполнение долга Посмотрите, какая это скульптура большая, величественная Очень много туристов приходит посмотреть на эту скульптуру Потому что она вечно во всех путеводителях по лицерну Это самый известный После, конечно, моста капель брюки Швейцария славится своим шоколадом Невероятно вкусным, да? Да Он легкопласский, очень такой тающий А какие самые известные конфеты? Линдер самый известный Прей Шикарный магазин На любой вкус конфеты Триумфели шоколадные Пойдем, он лавочкой поездил Догадайте, что делает Анетта Она пытается птичек в кадр нам впустить Но птички не сдаются Они помсуют на Анетту, как на концерт Швейцария, конечно, еще славится своими озерами Они роскошные, прозрачные Невероятного цвета воды Бирюзовый, синий, зеленый Ровная гладь озер Манит фотографов, туристов Сейчас мы пройдем по старейшему мосту Люцерна Капельбрюке Часовенный мост Это старинный мост в швейцарском городе Люцерне На реке Ройс Самый древний деревянный крытый мост в Европе Одна из главных достопримечательностей Люцерне И вообще в целом Швейцарии Это символ города Люцерне Длина моста составляет 204 метра Капельбрюке был построен аж в 1365 году И тем самым он является самым древним деревянным мостом в Европе Первоначально мост росся в качестве оборонительного коридора В составе городских укреплений И соединял разделенный рекой Ройс старую и новую часть города Под коньком крыши вдоль всего крытого моста Размещается 111 треугольных картин Рассказывающих о наиболее важных моментах истории Швейцарии Сейчас мы по нему пройдем и это все рассмотрим Представляете, в 93-м году из-за халатности туриста, который бросил сигарету Пострадало 78 фресок и 111 мосту капельбрюки С ночь с 17 на 18 августа 93-го года Конечно, многие из них потом восстановили Но, к сожалению, они уже потеряли свою оригинальность Вот так народ и ходит, очень медленно разглядывая каждую фреску Кроме Денчика, а там вон их нет Такой вот удивительный мост-музей совмещает приятное с бесполезным и с необходимым Тебе нужно перейти через реку, а ты заодно еще оккультуриваешься Половину фресок убрали, чтобы народ сильно не зависал Чтобы народ сильно не зависал на мосту И хотя бы частично проходил Озеро, город и гора, естественно, с фаникулером, чтобы все проходило Все было, чем заняться Да, Швейцария всегда так любит живописный город Совместить с фресками, с горой, с замком Все самое клевое, что любят туристы Поэтому здесь очень много азиатских туристов в том числе А уж они-то знают толк в туризме